Следствием и судом установлено, что 17 февраля 2018 года Вячеслав Бельгибеков и Михаил Сорокин жестоко убили в подземном гараже своего знакомого и похитили его имущество, в том числе автомобиль и травматический пистолет с патронами. Известно, что погибший резанец ранее искал встречи с одним из осужденных, который похитил у него более полумиллиона рублей с банковской карты. Под предлогом встречи с молодым человеком злоумышленники заманили потерпевшего в подземный гараж, где нанесли множественные телесные повреждения, в том числе молотком по голове. После того, как потерпевший от полученных телесных повреждений скончался, злоумышленники вывезли его тело в Михаиловский район, где закопали на поле в овраге. Автомобиль погибшего с имуществом спрятали в Скопинском районе у родственников одного из них. Затем они выбросили похищенное оружие и молоток, которое использовали в качестве орудия убийства. Списали денежные средства с похищенных у потерпевшего банковских карт. В Рязанском областном суде оглашен приговор по уголовному делу в отношении Вячеслава Бельгибекова и Михаила Сорокина. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, покушения на кражу, разбой, убийства, хищения оружия, боеприпасов, использования заведомо подложного документа. Проделанная следователями работа по сбору доказательств, наступательность в расследовании и объективность в оценке собранных доказательств позволили сформировать достаточную доказательственную базу, которая полностью подтверждала умышленное причинение смерти потерпевшему и совершение иных противоправных действий злоумышленниками. По ходатайству подсудимых уголовное дело было рассмотрено судом с участием присяжных заседателей. Собранные следствиями, представленные государственным обвинителем доказательства, послужили достаточным основанием для внесения коллегии присяжных заседателей обвинительного вердикта. Приговором суда назначено наказание Вячеславу Бельгибекову в виде 20 лет, Михаилу Сорокину 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Олеся Котровская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова